Всем привет! Скоро школа, прям совсем скоро осталось, меньше недели, и я возвращаюсь на YouTube, потому что летом я почти не снимала, изредка выходили видео, я сделала себе такую каникулу, в общем, разгрузку, можно так сказать. И вот сейчас, под конец лета, я начинаю входить в ритм. Сейчас мы с Доминикой приехали, вот я стою под шоу-румом, Анастасия Иванова, это дизайнер, у нее шоу-румы, магазины представлены в Нью-Йорке, в Токио, и даже вот у нас в Киеве. И через пару дней, в четверг, будет показ в Киеве. Я очень хочу туда попасть, сейчас иду в магазин примерять платья, поэтому там, я взяла просто с собой Доминику, чтобы она меня поснимала, какое платье я выберу, и вообще хочу вам показать ассортимент, потому что девочки мне пишут в директе, то есть я сейчас в последнее время в Инстаграме в основном, и девочки мне пишут, Аня, куда ты пропала, где наряды. Ну, я не планировала снимать, а, ну, расспросите, хорошо, хочу показать, что я выберу, поэтому оставайтесь с нами. Ну, у меня ассистент мой. Упраждаю в этой же юбочке, я в сторис увидела. Я, да. Чаечек, может быть? Нет, спасибо. Водичку. Водичку с удовольствием. Дрожа экономлюсь. Проказывают они и конец лета. Показываю уже, да, 10 лет, и, как у меня, тут шоу-ру в Нью-Йорке есть, и тут есть, такое основное царство. Еще, по-моему, в Суме у меня. В Суме есть многое? Да, на третьем этаже, но это такое большое. Да, потому что я в видео сказала о том, что в Нью-Йорке... Ну, да, Салматы, и Москва, и Париж, представительство, и Москва, и много успелых, что хотела. Чего бы вам хотелось сейчас? Как хочу, душа, желаю. Легкого и воздушного хотелось. Легкого и воздушного, это да, это, конечно. Нет, но это не ошибочек. Вы горошки любите? Да, я тоже на него посмотрела. Нет, про воздушное и легкое, это одно. Нет, про воздушное и легкое, это не ошибочек. Вот такие плечики, такие приспущенные, очень романтичная женщина. Можно вот такое. Я думаю, что этот цвет вам очень подойдет. Вот из-за уроды тут красивый разрядик. Хорошо, вот такой вот, а вот плечики приспущенные. Вот я тоже на него клянула, он прям такой желтый цвет. Да, очень спокойный, красивый цвет. Девочка солнышка. Желтый, самый позитивный. Девушка красная. Да, у девушки красная, может быть, такое длинное, красное. Ну, такое, может быть, что-то видит. Нет, я, ну, как бы, я очень, ну, я ношу все, можно так сказать. Поэтому оно, как бы, вот, когда смотришь одно, примеряешь совершенно другое. Поэтому я бы такая, что я бы на... Да, мам, это, да, да. ...примеряла бы, и девочки заодно бы видели, ну, как бы, меня в этом и понимали, насколько им это подходит. Потому что меня очень часто спрашивают по поводу одежды. Типа, что давай быстрее, чаще, больше, одевайся, показывай. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, я довольна вышла с магазином. Вот шоурума. И оказывается, что есть еще в ЦУМе у нас, в Киеве, в ЦУМе есть магазин. То есть шоурум есть в центре, на Дворце Украины. Вот, и в ЦУМе. Я выбрала платье. Как думаете, какое платье я выбрала? Напишите в комментариях, какое вам больше всего понравилось. А в конце видео я вам покажу, что я выбрала. Или, или, или. Как так сделать? Мама, знаешь, как я вам... Смотри, классная идея. Ника рассказывает, что она придумала. Смотрите, сейчас мы с мамой ставим видео на паузу. Я даю вам время пойти написать... Комментарий. Да, в комментарий. И потом мы начинаем видео. И вы смотрите, какой же мамы был вариант. Только не подглядывать дальше, ладно? Да, ставим на паузу. А сейчас мы с Доминикой едем в Ocean Plaza. Мы все купили к школе, полностью все, только рюкзак. Мы купили все, что можно в него положить, но ничего... Ну, не купили, куда ложить. Да, надо выбрать... Я, наверное, не сюда поеду, в другое место поеду. Блогер за рулем. Да, надо же разговаривать и все такое. Спасибо, 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 спасибо тебе, добрый ты человек. Мы не можем с Никой определиться. То, что нравится ей, не нравится мне, потому что она выбрала себе и обувь там на каблучке небольшом. Не мама вредная, а Ника чуть-чуть не понимает. Объясню, почему. Одежда у нее такая уже как взрослая. То есть у нее юбка-карандаш, пиджаки, которые мы покупали во взрослых магазинах. То есть это в резерве. Все, одежда покупали там, где и я одеваюсь. Вот. Так, а куда лучше поехать? Лучше прямо. Но в рюкзаке она смотрит цветочками, розовенькие, то есть вообще такие детские-детские. Я ей объясняю, говорю, ну если ты уже выбрала обувь, можно сказать, на каблуке, да, там замшевая она взяла, такие туфельки красивые. Вся одежда у тебя такая взрослая. Восьмой класс. И такой рюкзачок розовенький, говорю. Ну как бы тебе с ним ходить, но он просто не сочетается с одеждой. То есть нет этой гармонии целостного образа. Поэтому с папой они тоже на выходных ходили. В общем, мы не справились. Папа звонил в психах и говорил, я не буду больше ходить с ней по магазинам. Она меня слушает. Она выбирает. Ну в общем, короче, в психах-психах. Говорит, не буду, не буду. В общем, я говорю, ладно, мы сами. И вот сейчас едем в Ocean Plaza в надежде на то, что можно будет там найти то, чтобы и ей понравилось, и мне. Так что оставайтесь с нами, мы покажем, если мы что-то выберем. Я снимаюсь для канала Интертоп. Обувь Интертоп. А наряды в основном или Армани, или Марко Поло. Сейчас буду примерять платье Марко Поло. И на канале Интертоп можете увидеть мои ролики. Сейчас я в магазине Армани. И примеряю вам дальше снаряда из новой коллекции. Есть вот такой вот топлива платья. Я сейчас только что примеряла вот такие вот полосапожки. Это Вагабанд. Очень крутые. Вот эти наряды, то есть эти платья, они будут исключительно вот эти вот ботилочки, полосапожки. Так что смотрите. Оля. Ну, Лёш, для меня хотя бы сначала база, да, потому что про профессионал меня не говорю, мне хотя бы понять нарезать, как снимать синхронизировать с музыкой, куда ты достаешь их, вырезаешь какой программе. То есть мне, в принципе, все как с нуля, я готова послушать. С нуля. Окей. Я тоже с нуля. Я раньше пользовался, не могу сейчас найти это приложение, ну, для нарезки семейных видео. Да, то есть туда заливаешь. И оно само там терережет с титрами. Да, да. Оно, конечно, удобно. Даёт музыку сразу. То есть дорожки. Оно удобно, но оно быстро на ДС, потому что музыки там мало, там всего лишь несколько тем там мало. Оно, я тоже таким пользовался на начальной стадии, это прикольно, но через там 3-4 ролика тебе это на ДС, потому что оно всё будет казаться всё каким-то однотипным под эту музыку. Так и было. Да. Потому что... Но с другой стороны, оно прикольно для начала, что ты сделаешь, ты видишь, да. Я просто соскучился. За мной? Да. Наконец-то, хоть кто-то сказал правду. Пришёл увидеться. Они все соскучились, понимаешь? Пришёл увидеться потусоваться и заодно подчеркнуть новых идей. Новые знания. Отлично. Я более соскучился. Не вижу его, да? А ты боялся его отпустить? Ты боялся его отпустить, потому что он соскучился за мной. Да, да, да. Всё. Ну, в принципе, мне понятен ход. Как мы будем сегодня работать? Так. Тогда давайте, я предлагаю. Мы снимем немножко короткие какие-то видео. Для этого мы выйдем на улицу, наверное, на минуту. Я думаю, что ничего здесь не украдут. Можем где-то вот здесь встать. Снимем каких-то пару, просто пару каких-то там, привет, там, я там, Таня, и я там на мастер-классе. Ну, что такое? Это видео никуда не пойдёт. Это просто будет сейчас для того, чтобы... Это он сейчас специально так говорит, а потом как нарежет, как нарежет. Ну, что, ребята, давайте, да, немножко. Значит, смотрите, что я ещё. Давайте я коротко расскажу. Сейчас, Коля, ещё, Аня, присядьте. Я коротко расскажу, чем я пользуюсь. Ну, послушайте, я сам. Так, что у меня есть? Это не всё, что у меня есть дома. Значит, у меня есть стабилизатор, которым я снимаю, который даёт плавность хода. Это для GoPro, есть стабилизаторы для айфонов, есть совмещенные, есть побольше, поменьше. То есть, их сегодня хватает более, чем надо. И желательно ссылочки, как в видео просят, и ссылочки под видео. Ссылочки будут, будут кадры, будут с вами. А у GoPro лучше камера, разрешение камеры лучше? Ну, он 4К снимает. Там есть 2,7, 4К. Ну, 2,7 более, чем достаточно. То есть, 4К не всегда даже удобно при монтаже. Не хватает иногда места на телефоне, может не хватать. Иногда бывает, подключивает компьютер, когда он немножко, там, знаешь, старенький. И так далее. Потом я себе купил ещё вспышку такую, потому что иногда, когда... К сожалению, она не заряжена. Да. Тоже очень удобная штука. Вот такая вспышка. Она цепляется... Я её вместе на палку для GoPro. Её двойное крепление, и она с ней цепляется вместе с камерой. Просто, когда темно, темно, она... Но у меня эта палка уже, её надо поменять. Она уже со всех сторон поломалась. И здесь, и здесь, и здесь даже штатив я потерял на лыжу. Слушай, Оля шутит, говорит, дома скоро появятся гаджеты. Ну, когда чем-то публикает, мило, внутри. Samson's Court Jewelry. Выбирайте ювелирную продукцию именно эту. Вот, его надо... Надо сделать калибровку. Желательно, чтобы он почувствовал, где он находится по... По загляду по квартирам. По всем спутникам. По снимаю там. То, что делай. По спутникам? Каким спутникам? Ну, он по этим самым. Сейчас. Реально по спутникам? Спутникам? А, там... Как он называется? GSM. Все, вот... GSM, да? Да. Вот видно, здесь вот сейчас 4G сигнал уже есть. Ready to go. Но должно быть зеленое. Идеально зеленое. Он, значит, сейчас не совсем готов. Еще, когда дрон взлетит, его надо чуть-чуть вперед-назад, чтобы он почувствовал, где он находится. Только признано тебе. Нет, подожди. Пока он на нас не смотрит... Он пока и не снимает. Когда он будет снимать, он будет... Пока не снимает, да? Вот сейчас он снимает. Вот можно сейчас уже ему улыбаться. Ну что, доброе утро. Я уже при макияже, потому что собираюсь по делам. Была я на уроке от Алексея Родиана. Вы могли... А, не, не могли, это был другой канал. Мои видео уже более информативные в плане монтажа. Вы могли уже увидеть на канале «Жизнь мамы», которая девушка, там про ботокс. Я узнала, как разделять экран и еще кое-какие финтифлюшки. Но монтирую я на телефоне в iMovie. И в идеальном варианте мне нужен Apple Ski Note. Но бабок у меня на него нету, потому что у меня ремонт. Поэтому дальше буду монтировать на телефоне. К сожалению, больше выдавить из телефона из iMovie я не могу. Но то, что могу, я буду выдавливать. Поэтому заходите сейчас на канал «Жизнь мамы, которая девушка». Смотрите видео про ботокс и там увидите, где я уже использовала новые фишечки после обучения монтажа. Всех люблю, целую. И до новых видео!